здравствуйте уважаемые дамы и господа наши подписчики сегодня небольшой обзорчик по самым я бы сказал ходовым самым популярным лескам поводковым поводочным и основным для фидера для матча для маха понятно что кроме того что у меня на столе и кроме того что здесь в магазине есть еще интересные модельки это не значит что самое лучшее это только вот то что здесь лежит но тем не менее это все проверено и я могу сказать что это наверное даже не наверное а точно самые популярные модели которые пользуются спросом у всех без исключения покупателей в течение уже многих наверное лет ну или серии меняются меняется их упаковка но леска внутри остается той же и в общем-то качество свое не теряет и народ народу нравится люди ловят ну в общем по порядку как правило поводочные лески которые применяются для поводков идут в размотке 50 метров чаще всего по моему опыту да и по опыту в принципе могу сказать с многих спортсменов но я вижу кто что применяет и знаю в общем-то да то самое оптимальное с моей точки зрения вот ну если там прям до конца не обращать внимание серьезно на цену это модели колбик mimetics у нас здесь его нет разобрали все колбик сила колбик стрим это вот модель это вот такие упаковочки такой модельный ряд у них большой достаточно широкие то есть могут все найти нужный диаметр который кто кто что хочет здесь я все естественно не разложу потому что тяжело мне в этом во всем ковыряться но вот остановлюсь что какими качествами должна и обладать поводочная леска во-первых сразу хочу сказать что есть поводочная леска но с моей точки зрения да более подходящие для фидерной ловли и для матчевой тире маховой ловли в основном это стойкость к абразивным нагрузкам фидерная леска должна хорошо противостоять абразиву если мы допустим ловим на фидер на ракушке на течении на камни да либо на захламленном каком-то палками дне где есть что-то такое встречается да то с этой точки зрения я бы отдал предпочтение вот как раз этим двум моделям стрим и ксила колбика mimetics третий вариант да он больше подходит для поплавочные матчевой ловли он мягче он чуть-чуть более растяжен это вот основная но он чуть менее защищен от именно воздействия абразива это вот по опыту потому что я с ними перед проловил не один сезон много лет я не знаю уже сколько там сосчитать этих упаковок сколько я потратил и действительно это объективная информация что тот же mimetics будет на ракушке там и но относительно ракушкой что на ракушке там бывает такая кушкам режется все там за два за два заброса да но вот при прочих равных да я советую выбирайте для если вы ловите поплавочной удочкой либо матчевой удочкой либо даже фидером на дне спокойном на песке на илу там на суглинке каком-то то в этой ситуации вы можете взять mimetics если вы ловите на жестком дне то здесь самый оптимальный вариант это стрим и поле ксила сейчас в компании флагман как сейчас некоторое время назад компания флагман выпустила вот такую леску называется армадейл премиум грейд она тоже поводковая леска мне она очень понравилась более того я даже перешел во многих своих оснастках именно на вот эти поводки применяю ее и для фидера и для маха для штекера леска что мне нравится она стоит недорого но оправдывает свою цену на все сто процентов то есть она действительно должным образом противостоит и абразиву она не тянется серьезно это не нужно да и что самое важное но одно из самых важных она держит хорошо нагрузку на узлах я проверял эту нагрузку на баклажки с водой просто подвешиваю беру метр лески подвешиваю на баклажку с водой и медленно заполняю воду вот я так проверяю смотрю когда она оборвется и в принципе понимаю сколько воды налилось да что она держит но до этого нужно обязательно измерить ее диаметры диаметры как правило многие завышают в мали в малых диаметрах там 0901 012 очень многих диаметра завышены вот здесь очень такой важный момент что нужно понимать что если леска держит там близко к заявленной загрузки которые на бананной коробке написано потому что реально такую нагрузку я не встречал чтобы какая-то леска держала все держат намного меньше но тем не менее из того чего меньше они держат да все таки нужно выбрать ту которая держит хорошо самое главное держит на узлах плюс чтобы она все-таки какое-то время служила а не из тряпу там портилась за там не одну-две рыбалки грубо говоря я поводки в принципе отношусь не так легко что допустим за одну рыбалку там 30 поводков сменить да когда это необходимо я конечно меняю на есть поводок живой я его не меняю бывает так что допустим ну условно там я два-три поводка сменил за рыбалку на фидере допустим 1 1 диаметра да и смотрю что поводочек хороший еще там не а может быть одна рыбка на него выведена в идеальном состоянии я чтобы не экономично называется и на леске и на крючках я его обратно в поводочницу завязываю и в принципе ловлю на следующей рыбалке никогда от этого не страдал то есть так чтобы сход рыбы или какой-то обрыв из-за этого был что там пожадничал не выбросил поводок нет такого не было никогда поэтому еще раз остановлюсь то что написано по разорвной нагрузки на коробках читать не нужно на 99 и 9 это неправда первое второе очень важное значение имеет диаметр реальный диаметр лески потому что то что написано это одно то что в реальности это другое в третий момент этот диаметр нужно проверять на расстоянии метра через каждые 10 сантиметров микрометром вот чем грешат некоторые я не буду называть до фирмы некоторые лески что человек это я вот купил и он вам у меня оборвалось хотя вроде на толстенькой но когда начинаешь замерять микрометром получается так что у нас электронный микроскоп и и микромета получается так что в одном месте она толще в другом тоньше потом она опять тоньше да то есть нить она неоднородно по диаметру разное и соответственно там где тоньше там рвется поэтому советую покупать все-таки леску качественную фирменную хотя бы то есть вот с моей точки зрения что я рекомендую да это вот то что здесь лежит то что проверено годами ну соответственно вот как я сказал флагман премиум грейд она подходит она универсально она подходит для поводков как на фидер как и на поплавочку на любое дно фактически дальше owner знаменитый мы берем официальную продукцию owner у официального представителя owner группа компании флагман они единственные кто представляет owner официально owner в россии а мы соответственно их официальный магазин поэтому все крючки вся фурнитура и вся леска owner у нас оригинальная здесь вот написано все эти штрих кода и тому подобное то есть значит популярный оборот лесочка она в общем-то поводочная некоторые ее и на основу лепят ее плюс большой в том что она долговечная что она не сильно вы растягивается потому что бывают такие лески вот этим горе даже по критикую собане его да вот тут до своего приход в собане и поэтому не моя вина вот были лески тензор монада и когда поводок там я нарезал там допустим 30 сантиметров навязывал дата половил чуть-чуть смотрел на меня уже 35 сантиметров еще чуть половил уже 40 сантиметров то есть он просто вытягивался да ну такого быть не должно именно поэтому часто лески тензор больше не будет и не фактически уже нет вот таких вещей тоже не должно быть если леска растяжима то она должна обратно возвращаться на вот опять же сильной растяжимости не нужно амортизация амортизация но должно работать все в комплексе основная леска и поводок и даже цевьё крючка даже то есть все вместе плюс удилище руки рыболову вот это все в комплексе дает прекрасную амортизацию правильное вываживание и вот эти все элементы оснастки так называемые снасти они должны быть хорошо подобраны и правильно не должно быть допустим если у вас основная там 02 а поводок вы ставите 0 12 0 10 понятное дело что это основная не сможет нормально самортизировать практически ничего взять на себя нагрузку рыбы да рыба просто оторвет поводок поэтому в идеале вы ставите основу и поводок меньше основы на единицу двушку ну допустим у вас там 0 14 основа поводки можно 0 12 0 10 вот за принципе такие вот основные моменты сказал вам далее у флагмана существуют такие вот две модельки шерман про фидер и шерман про матч обе лески темного цвета они тонущие здесь написано sinking line стоит опять же полностью своих денег я самых на фидера вот поставил половил на тестовые новые модельки которые еще в принципе буду смотреть пойдут они в серию или не пойдут вот серьезно на них потаскал карпа и они показали очень хороший результат вот эти лески точность также они не рвались то есть я даже вот на усилие там начиная от банок и так далее их попробовал то есть мне она очень понравилась единственно что я не могу сказать это как она по долговечности я имею ввиду там выдержит ли она там два сезона или три не знаю потому что просто она недавно вышла но вот смотрите как вот я проверяю леску да вот допустим чтобы на один из показателей до чтобы лесочка вот в такой свиной хвостик не превращалась третье накрутил и вот так вот не сильно вот разгладил вот она у нас превратилась вновь в такой аккуратный волосочек ровненький без лишних завихрений да и так далее ну соответственно по абразивной нагрузке тоже выше всяких похвал важный момент что она обладает низким коэффициентом растяжения так ее можно на шок лидер использовать можно основу соответственно да то есть леска очень мне понравилось в отличие вот относительно того что сейчас многое дорожает эти вот модельки я рекомендую брать по они есть пока их берут часто много люди уже распробовали кто до этого не знал ну вот соответственно фидерная серия рекомендую ее на фидер ну матч соответственно на плавок серия большая каждый найдет разные нужные ему длины какие длины тесты разрывом да и диаметры 150 метров размотка поэтому я считаю что такой оптимальный вариант для любого рыболова ну классика у нас dual band от maver это основная леска в основном используется как основа на не на фидер а именно на матчи она больше подходит точность также как и findreal колмик но вот с недавним подорожанием всего и вся вот честно говоря вот с моей точки зрения вот эти лески уже стали они у нас есть мы их продаем но уже гораздо меньшем количестве потому что такие огромные бешеные цены они просто уже как мне кажется уже не стоят таких цен как сейчас за них просят но леска неплохая и проверенная как бы годами уже одна из моих любимых лесок на матч и на ну на матч больше не на поплавочку это findreal колмик пользуюсь я очень давно леска очень мягкая очень скользкая по кольцам она летит очень прекрасно то есть одна замена такой лески уже увеличивает дистанцию заброса вот в ваглерами условно да там на четверть да потому что лесочка очень приятная она долговечная она замечательно держит нагрузку на узлах ну стоит уже не сильно дешево но тем не менее это новая модель новый приход у нас findreal от колмик а итальянской фирмы да поэтому я думаю кто им ловит их знает эту модельку она хорошая качественная леска никогда таких нареканий я вот не помню чтобы на них было такая народная условно леска тоже от колмик а это x5000 леска как правило поле на основу применяется маховые ловли либо матчевый но больше маховый я использую под оснастки на маховое удилище как поводочную леску есть лучше да вот что я врачали сказал стрим там тот же к силу да ну если скажем так у вас под рукой ничего нет то в принципе она может подойти как и поводочная тоже единственный и минус она мало растяжима это минус для поводка но плюс для большой длины когда вы на основной и ставите тогда она уже работает до в амортизации а вот как поводок она коротенькая она не с не успевает самортизировать поэтому вот в этой отношении приоритет вот тем первым который я сказал тот же флагман армадейл так ларуса модельки они не очень у нас популярны это фидерная серия и у нас тоже матчевая серия тоже синкинг тоже тонущие тоже темного цвета модельки похоже на флагман но флагман он по надежнее опять же к абразиву вот по моему опыту он мне нравится вот лично мне нравится больше как основная резко если выбирать вот на фидер я бы однозначно флагман шерман брал да на фидер как основной не кларусу если выбирать на мочевку ну тогда я бы наверное взял кларусу матчинкинг и то так с большим вопросом или шерман да не значит что это намного лучше нет просто она будет более скользкая она лучше летит вот в этом дело по растяжению по всему основному она чуть чуть больше тянется до немного больше то есть лишний раз самортизирует но опять же есть заброс дальний на мочевки да то лучше тогда взять вот эту флагман да вот вот модельку вот эту матч да для того чтобы ну не было такой там размашистой подсечки потому что и матча в удилище сама у вас подсечка будет там снимать да там какой-то и что-то не получилось там огромные подсечки за спину что еще blade sinking то же самое отколка от компании колмик вот такая вот лесочка ну скажем так она не лучше первых но стоит дороже поэтому вот смотрите сами флагман украина у нас колмик италия вроде да это фирма итальянская но по моим отзывам да как бы я не хочу ничего впаривать не хочу не чтобы платили переплачивали больше хочу чтобы получали максимум за эти деньги за что купили поэтому с моей точки зрения это вот останавливайтесь на колмиках которые я показал x5 тот же финдрил да и вот флагман соответственно да эти модельки ну вот как то так в двух словах буквально хотел там на 5 минуточек всего на все рассказать да если будут вопросы очень помогает пишите пожалуйста я тогда буду отвечать следующие фильмы попробуем снять уже обзор и удилищ тот же тригорон или из волжанки что-то в по фидорам посмотрим баллонки меня просили снять и гретхамы и махи да у флагмана так что скорее всего с ними выйдет уже ролик это вот такой разбивочный что называется про лесочку поэтому смотрите я просто в принципе есть много что рассказать но на три часа ролик делать все устают и смотрю по просмотрам в основном все ролики не только мои любые смотрят там 5 минут условно и человек переключает 7 минут поэтому лучше давайте вот кого что интересует я могу ответить в социальных сетях подписывайтесь вконтакте группа пока вот на данный момент facebook не работает до instagram то есть вконтакте подписывайтесь задавайте вопросы я там лично отвечаю плюс вы получаете бесплатные запчасти кто у нас покупает удилища для подписчиков да ну огромный плюс вам польза мне так что спасибо вам большое и до новых встреч спасибо вам большое и до новых встреч это все доброе спасибо и подчиняясь они